В магазин металлопроката мы приехали в новотитровку. Так, вот такой магазин. С 8 утра до 17 работает, с 12 до 13 перерыв. В воскресенье-выходной. Довольны, нам сказали привезут. Можно даже просто позвонить и нам все привезут. Доставка 2 тысячи и 3 тысячи, если много набирать. До тонны стоит 2 тысячи, а выше будет дороже. Ну и длинномер будет дороже, если нужен 9-метровый, например, холостый. А они нужны будут? Да зачем они? А, ну вот. Я-то вот по характеру такая вот. Мне надо сегодня и сейчас. То есть я думала, мы сейчас заедем и купим сразу. Что касаемо курятника или там теплицу строить, да хоть что. Мне вот надо сегодня, вот все, берем заехали, значит берем. Михалыч, у меня другого характера. Я это, кстати, знаю, привыкла уже к этому. Ему надо все посчитать, нарисовать, замерить, посчитать, узнать цену. Вот нам, кстати, прайс-лист дали, это чудесно. Теперь он будет знать, какой диаметр трубы и сколько это стоит. Ему надо все просчитать. Правильно, Михалыч, говорю? Конечно. Да. А мне надо быстро. Вот так и живем. Сейчас мы заедем. Алёна, ну ты вот борщ варишь, пришла на рынок. Ты знаешь, сколько тебе чего на этот борщ надо? Нет, я беру лишнее. Ты можешь что-то лишнее взять, чего-то не добрать можешь. А, хватило. На что бы хватило, да, забыла. В строительстве нельзя так. Сейчас мы заедем еще на нашу металлобазу, которая у нас в Старом Ашасовской есть. И сравним цены. Там, возможно, тоже есть прайс-лист. Может быть, там проще взять. Нам не так много надо. А погода-то разгуливается. Вон впереди солнышко. Дырка в небе даже есть. Как туман поднимается вверх. Так что, думаю, что сегодня хорошо будет. А, тут, слушай, наверное, нету то, чего нам надо, да? Смотри, у них там металлочерепица, профнастил, водосток. Окна. А, труба есть. Вот сейчас посмотрим в нашем Ашасовке, что там есть. Отдел продаж. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вставить? 50-50. 50-50. Да. Высечка есть. Спасибо. Высечка 215. 15 метров. 10 сантиметров. Такая. Весная спутка с вывызкой 1200. Весная спутка 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 1200. Весная спутка. там не кондиция потом все доборные элементы на крышу уголки тут цена какая будет точно я вам не скажу примерно то хорошо Наконец-то, а то мешает. Правда? Куда-сюда не идет. Так, скажите мне. 84,617. Спасибо. Мне так нравится наша почта. Такая, знаете, деревенская-деревенская. И туда приходишь и ощущаешь себя, как в детстве. Так, дай мне ключ, чтобы ты принес. Ты нас встречаешь, да? Ты встречаешь нас, Мусенька. Мусенька, красотулечка моя. Соскучилась? Мы приехали уже. Все. Нам вот такая посылка пришла из Беккер. Немножко израненная. Израненная. Ну, она не сказная же. Ага. Здесь тоже израненная. Кто-то подглядывает. Видимо, кто-то подглядывал. Да нет, она просто неудобная, наверное, была. Ладно, сейчас переоденемся. И можно будет здесь тоже замятины какие-то. Ну, тут-то вообще, да, непонятно что. Ну, ладно, будем надеяться, что все пришло, весь заказ. Вот такую посылку мы привезли. Это компания Беккер. А история такова. Помните, мы ходили... Помните, мы с Михаловичем ходили в гости к Ирине? У Ирины есть сын Дмитрий. Это Ирина, где попугаи были говорящие. И вот Димка как-то мне отправил фотографии, что они с Беккера выписали себе розы, вигелу. Не помню, что там еще. Но фотографии у меня, по-моему, сохранились. В телефоне я покажу. Я тут же им набираю номер, звоню. Ну, как качество, как что? Ну, они говорят, что сейчас будем сажать. Быстро прислали. Упаковка качественная. Вот. И, ну, что крестьянам, то обезьянам же. Мне же тоже надо. Хотя Михалыч вообще против всяких декоративных кустов, цветочков. Вот ему плоды, деревья. Вот такое ему надо. Но я вот эту площадку, которая перед домом, я все же хочу, чтобы здесь какие-то цветы были, какая-то красота была. А не просто деревья. Деревьями тут засадишь, и уже из дома ничего не увидишь. Из окна, допустим, да? А тут такой обзор хороший, допустим, кто-то, если пришел к воротам, нам уже видно. Вот. Ну и тени, чтоб не было. Пусть у нас одна сторона дома будет в тени, а другая солнечная. И поэтому небольшие кустики какие-то здесь. Цветы буду высаживать именно на этой территории. А сейчас будем распаковывать посылки. Эту посылку мне отправили на обзор. И менеджер сказал, что уже конец сезона, и поэтому именно с саженцами немножко напряженка есть. И мне любезно предоставил замену тем саженцам, которые я заказывала. То есть у них не все есть в наличии, но он, тем не менее, подробно мне рассказывал о каждом растении, так как я в этом деле не очень опытная. Вот это мне понравилось. И сейчас мне само интересно, что же там положили. Так, тут мне письмо. Вот такое распечатка. Саженцы и семена. Распаковываю с замиранием сердца, честным словом. Мне все интересно было, это что за дерево такое большое. Я точно ничего не выписывала. Аккумуляторы скупают, кричат громкоговорители. Так, да, дерево интересное. Так, смородина белая, версальская. Смородину, кстати, я заказывала набором. То есть набор был из трех смородинок. Черная, красная и белая. По-моему, так было. Так, это малиновое дерево красное. Вот у нас с почечками живое. Смородинка тоже, смотрите, живая. Так, наверное, вот так буду откладывать. Хоть дождик сегодня не мешает, потому что эти дни все дожди идут. Думаю, как же посылка придет, и что я буду делать. Так, вот смородина черная, Биг Бен. Так. Здесь, видимо, смородинка красненькая. Да, смородина красная, ровада. Вот так упакованы корни. Надеюсь, что все хорошо. Дальше. Это, скорее всего, ежемалина. Похоже. Ага, здесь еще малина. Малина гигант красная, ремонтантная. Вот это, я понимаю, стебелек у нее толстый, да? То у нас вот малина, она прям худая-худая. Почечки живые, все отлично. Вот эти коробочки я уже разрезала. Так, что это у нас? Ой, у них даже мешочки фирменные. Бекер, да. Видите? Ну-ка посмотрим, что это. Ежемалина Логанберри. Логан. Вот такая она. Я почему-то думала, что у нее, знаете, как у малины будут толстые побеги. Стебелечки. Ладно. Ну, я так рада. Сейчас полезу в огород. Вот это. Форзиция. Линдот. Волт. Вообще, я хотела глицинию. Она у них закончилась. На тот момент. Сейчас, может быть, и есть. Можно посмотреть на сайте. Так, вот это еще что у нас? Вот это. А вот это. Так. Вот. Вигела цветущая. Пинк принцесс. Принцесс. Будем надеяться, что она примется. Вот даже зеленые листочки. В горшочке все это. Закрытая корневая система. Так. Вот это. Еще мешочек. У нас малиновое дерево красное. О. У меня из Сибири малиновое дерево привезенное. Надеюсь, оно у меня будет уплодоносить. И вот еще одна подружка ему. Или друга. Так. Я все про это дерево думаю. Напоследок его держу. Вот этот. Ух ты. Тоже в горшочке. Это у нас. Да. Жасмин. Чубушник. Снегопад. Вот такие вот кустики перед домом мы посадим. Так. Ух ты. Отломала веточку я. Вот это, да. Как и неаккуратно-то. Ой. Ну ладно. У него тут веточки есть. И у нее. Так. Кто это? Самое главное. Инжир Браун. Турция. Ребят. Когда. Менеджер мне позвонил. Менеджер компании Бекер. Он мне сказал чего-то там нет. По-моему для цене не было. Еще что-то я заказывала. Сказал к сожалению нету. И он мне давай предлагать на замену. То есть по той же цене. На замену какие-то вот эти садушки. Да. Растения. Там малины какой-то не было. По-моему я черную хотела малину. Да. Набор хотела и черная, желтая и красная малина. Его не было. И вот он мне предложил вот такой инжир. Сказал что у него дома он растет. Он комнатный. Я думала он. Ну типа вот такой вот горшочек. А это вот такая пальма. Большая. Вот это да. И он сказал что нужно ему 10 градусов обеспечить. На месяц. Чтобы он листья сбросил. Чтобы в прохладе постоял. Ну типа зиму ему устроить. Так. И где вот я думаю где я это ему обеспечу. В гараже может быть 10 градусов. Ну морозов пока нет. Если на улице у нас 6-5 градусов. Маловато да. Ну главное что от заморозков я думаю его надо. Сейчас я еще почитаю. Слушайте правда не ожидала. Я сейчас замажу здесь садовым варом. Надо же как я вот отломала эту веточку. Жалко. Ладно тут вот еще идут веточки. Вернее почки уже заложены. Какой у него рост. Надо же почти с меня. Мой самый любимый размер. Сейчас Михалыч увидит скажет это кто. Ой. Ладно. Марусечка это для тебя инжир. У нас Маша инжир очень любит. Я как-то равнодушна. Но будем пробовать. Такой эксперимент у нас будет. С этим инжиром. Спасибо большое компании Бекер. За представленные на обзор товары. Нам сейчас тема актуальная очень. Надеюсь я не припоздаю с посадкой кустарников. И вот тут семена пришли. Семена я уже дома буду разбирать. Так а это что? Мирис. Да. По-моему я и... Да. Тестирование. Это они в подарок прислали. Ну спасибо. И написано когда высаживать. В марте. В апреле. Десятый месяц. Ну у нас одиннадцатый месяц. Ладно. Это же поди для средней полосы России. Ну все, ребят. Вот такая посылочка. Долго не буду. Надо мне сразу ее все это высаживать. Ну я рада. Спасибо большое. Иринка. А тебе огромное спасибо, что эту тему мне подкинула с Бекером. Выписать у них саженцы. Все. Понесла я Михалычек. И инжир. Вот тут он у меня и будет стоять. Я уже думала, может быть, его к Маше на лоджию. Сколько там градусов может быть. Ну а с другой стороны думаю, что в гараже заморозков, если заморозки даже будут, то... Ну в крайний случай домой его занесу, да, если вдруг сильно холодно будет. А так ему здесь хорошо. Здесь у него точно зима. Ну правда не ожидала, что такое большое дерево будет. Сказали комнатное. И вот этот менеджер, парень, не помню как зовут, он сказал, что у него дома такое же растет. Что очень интересное дерево и плоды получает. Ну посмотрим. Ладно, пусть растет здесь у Михалыча. Он пока еще не в курсе. Потом сюрприз будет. Я же вам не показала, что я купила в зоомагазине. В Краснодаре. Вот такие вкусняшки купила. Нашей кошке здоровая кожа и шерсть. Это для нашей мышки. А для Машины, Микки, я взяла здоровые зубы. Маша хохочет, говорит, мам, может нам, говорит, такие подушечки уже покупать. Ездит с детьми сейчас и лечит зубы всем троим. Так, и вот такой вот купила. Такие капли инспектор квадра К. Это от глистов, от блох, от всяких клещей. Такие вот капельки для нашей мышки. И еще специально зашла там в цветочный магазин и купила семена эустомы. Вот такая. Арена Ред, махровая. Преданность. И Кармен, слоновая кость. Сейф один. Я никогда эустомы не сеяла, не выращивала. Мне это интересно. Взяла специально низкорослую. Не люблю высокие цветы. Ну, боюсь, что они там где-то падать будут. Подвязывать надо будет. Именно маленькие, мелкие попробуем. И сейчас как раз нужно их сеять. А почему эустомы еще? Потому что, видимо, кто-то из моих подписчиков ставят лайки таким видео, где про эустому, что сейчас нужно сеять. И мне вот эти ролики попадаются время от времени. Последнее время очень часто. Ну, и все заинтересовалось. Ну, и кто-то написал тоже, да, Алена, посеять эустому. Сейчас как раз вот самый срок ее сеять. Так что, ребята, взяла я ее. Буду пробовать. Я садовод еще тот. И семена теперь смотрим, какие мне компания Бекер прислала на обзор. Смотрите, до 20-го года, до марта месяца они годны. Так, пеларгония, черный бархат. Это, знаете, такие листики у них черные-черные, красивые очень. Даже если цвести не будет, я сомневаюсь, что у них не цвести будет, то будут красивые такие черные листики с черным отливом. Дальше, кулиус. Небридная серия радуга. Красный бархат. Кулиусы тоже люблю где-нибудь, знаете, так вот на грядочках посадить их. Ой, вот он, барвинок. Таня, помнишь, мы с тобой в Анапе видели? И все, я говорю, бальзамин, нет, не бальзамин. Вот барвинок. Вот такой вот красный, алый. У нас серия Виктори, Виктори, клюква и абрикосовый сорт. Дальше. Здесь вот такая цинерария, приморская серебряная пыль. Тоже, знаете, вот красиво, когда яркие цветы, да, цветут. И на их фоне вот такие вот серебряные, как полынь, да, мне такие нравятся. Дальше. Бургмансия древовидная. Опять же, в Анапе, помните, я увидела дерево, только там были оранжевые цветочки. Я увидела вот такое. Я надеюсь, что оно у меня тоже будет расти. Может быть, в комнате будет расти. В Анапе все же потеплее зимой. Но посмотрим, мне тоже это интересно. И вот такая пеларгония Bullseye Red. Все. У меня теперь, смотрите, какая кошелка. Полная коробочка семян. Так что я затарена. Скорее бы весна уже пришла. Скорее бы этот сезон посева начался. Сейчас сварю. А я хочу показать, что Михалыч сделал. Я вот купила еще такие зажимчики. Это в швейных магазинах. И Михалыч их. Вот тут веревочки. А, ну да, вот такие зажимчики. Это швейные дела. И Михалыч продел там шнурочки. И теперь мы можем... Ну, покажи, как это опускается. То есть, лампу, когда нужно поднять, опустить. Вот видите, рассада растет. А до этого у меня не было зажимчиков. И поэтому, ну, неудобно было. Помидоры уже упирались в лампу. И вот так подняли. Помидоры, если будут вытягиваться, мы, кстати, полочку опустим, да? Немножко на несколько делений. А смотрите, уже цвет набрали помидорки. Вытянули все равно, конечно. Не лето же, не весна. Солнца мало. Вот цветочки. Видите, кисточка. Так что, надеюсь, будет у нас урожай. И здесь вот так же. Но для меня опять открытие. Крупа голландская. В Красноармейском районе, на Кубани, ее производят. Это перловка шлифованная. Она белого цвета. И на крупе написано, что готовится быстрее, чем обычная перловка. Я ни разу не видела в продаже. Она, наверное, не обращала внимания. Попробую. Вот сейчас варю рассольник. И попробую с этой крупой сварить его. Ну, кто что говорил. Кошка голодная. Время обед. Это я мясо разбирала. Варила полкурицы. И ей вот дала такие. Ешь, девушка. Видите, мне очень-то и хотелось. Ну, ладно, кот соседский придет. Ага, пошла жара. Ну, давай. Там еще вот это. И целая грудина еще осталась. Я ее в холодильник положу завтра. Вот она, видите как. Была бы голодна, она бы сейчас хам-хам-хам. И съела бы. Ну, вот давай ешь. А мы еще не обидали. А то развезли там тему голодом, кошку, морем. Вот она. Не очень-то и хотелось, да, Мысечка? Скажи им, скажи, я не голодная. Да. Такое. Ага. Небольшая булочка. Зажаристая получилась. Видите? Продолжение следует... 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 и все они будут меньше места занимать просто мы вчера по мышастовке погуляли и увидели что у многих колоновидные яблоньки допустим растут абрикос колоновидный все держите меня с сепера друзья ссылку на этот сайт я вам сейчас под видео укажу клематис горный рубенс смотрите 249 рублей жимолость медовая ягода интересно здесь будет жимолость расти нет яблоня ой-ой-ой тогда самое интересное еще щедрый старт супер скидка на семена овощей и цветов до 40 процентов они у вас есть заходите на ссылочку и выписывайте успевайте но реально такие акции надо успевать это же залог будущего урожая ну а я надеюсь что я сегодня все правильно посадила высадила и что у меня все это примется буду вам потом еще рассказывать как умеешь то растет почему сказала что это ирисы это сродни ирис это вот тюльпаны вижу и какие-то еще маленькие луковички может быть тоже тюльпаны я не знаю 8 потом скажу что это было пью чай каркаде очень все на этом заканчиваю сегодняшний ролик вам спасибо всем за внимание и пока пока